Форпост 17 Джабалий после 10 часов боев взят. Армия обороны сообщает, бойцы бригады Нахаль заняли опорный пункт Хамаса, исламского джихада на севере сектора. Большая часть террористов уничтожена, некоторые взяты в плен. Захвачено значительное количество оружия. На местности обнаружены входы в диверсионные туннели. Цаля отмечает, что вход в один из них находился около детского сада. Еще один террористический объект был обнаружен рядом со школой. В ходе обыска в здании в центре жилого квартала Шея-Градуан на севере Газа израильские солдаты нашли склад беспилотных летательных аппаратов, производственное помещение, в котором собирались БПЛА, а также оружие и взрывчатые вещества. Это кадры ликвидации Ибрагима Абу-Масиба, командира противотанковых подразделений Хамаса в центральной части Газа. В рамках своей должности он организовал и осуществил множество запусков противотанковых ракет, направленных против израильских гражданских лиц и солдат ЦААЛЬ. На западе сектора военно-морскими силами ЦААЛЬа была уничтожена пусковая позиция противотанковых сил Хамаса. Параллельно Шабак и Магав продолжают рейды в Иудее и Самарее. Операции проводились в Дженине, Бейтлехе и Ябаде. Конфискованы оружие и боеприпасы. Для нейтрализации группы террористов Дженине, открывших огонь по бойцам бригады Кфир, был задействован БПЛА. По данным палестинской стороны, в ходе операции в лагере беженцев были убиты по меньшей мере семь человек. С начала войны на западном берегу задержаны около полутора тысяч подозреваемых в терроре. Свыше 900 из них связаны с террористической организацией Хамас. Спасибо за поддержку. Номер два в нынешнем руководстве палестинскими террористами, находящийся за пределами сектора, выступил с новым заявлением. Салах Аль-Арури, заявивший после начала войны «Мы убиваем, чтобы мир признал право нашего народа жить», теперь рефлексирует о будущем после победы. Мы благодарим Йемен, Ливан, Ирак и Сирию за участие в войне. Сианинский режим будет однозначно разбит в этой битве, поэтому мы должны планировать будущее после Израиля. Своё видение будущего газа ранее озвучил на встрече с американским госсекретарём 87-летний лидер ПА Махмуд Аббас. Абумазан готов принять управление газой, но при условии, что это решение будет включать в себя Иудею, Самарию и Иерусалим. В Израиле ему ответил министр Гедеон Сар. Пусть мечтает и дальше. Власти еврейского государства уверены в нежизнеспособности такого плана. Никакой передачи управления газой внешним силам. Вопрос сектора и западного берега должен быть решён совместно. Иордания активно вовлечённая в палестино-израильский кризис против того, чтобы кто-либо решал за палестинцев, как им жить и с кем. Иордания отвергает любые рассуждения о передаче управления сектором газа каким-либо внешним силам после окончания военных действий. Отвергает управление арабскими или неарабскими силами. Страна выступает также против любых сценариев, при которых проблема газа рассматривается отдельно от ситуации на западном берегу. Аман уверен, Хамас – это идея, и она никогда не умрёт. Чтобы изменить ситуацию в корне, нужно удовлетворить потребности палестинского народа в создании государства. Иначе регион будет возвращаться к войне каждые 5-6 лет, предупреждают в Хошеминском королевстве. О нуждах палестинцев много беседовали в Париже. В столице Франции по инициативе президента Эммануэля Макрона прошла гуманитарная конференция по газе. С участием представителей около 50 стран, ООН и международных организаций. Заявленная цель лидера Пятой Республики – доставка помощи населению сектора. ООН оценивает потребности в помощи для населения газа западного берега в 1 миллиард 200 миллионов долларов до конца 2023 года. Сегодня ситуация серьезная и ухудшается с каждым днем. В ближайшем будущем мы должны работать над защитой гражданского населения. Это требует незамедлительной гуманитарной паузы. И мы должны добиваться прекращения огня. Это должно стать возможным. В конференции не принимают участие представители Израиля. Хотя Макрон взял на себя обязательство сообщить о ее итогах премьеру Нетаньягу. Париж уверяет, форум не превратится в платформу для осуждения Израиля. Никаких итоговых деклараций не будет. Лишь вопросы, связанные с доставкой помощи в виде продовольствия, медицинского оборудования и топлива. Последнее, самое сложное. Поскольку Израиль не хочет, чтобы бензин доставлялся в сектор газа и попадал в руки боевиков Хамаса. Израиль ведет войну не против движения Хамаса, а против всего палестинского народа. Глава палестинской делегации в Париже был довольно резок. 10 тысяч погибших за 30 дней. Достаточно? Это больше, чем погибло за 530 дней в Украине. Достаточно ли месяца без лекарств, воды и электричества? Ему вторил и глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам. Мы должны отойти от грани превышения скорости. Пока не стало слишком поздно, но подлинная перспектива принятия правового статуса Палестины имеет решающее значение для стабилизации региона. В интересах всех, включая Израиль, найти решение, которое позволит израильтянам и палестинцам жить в мире бок о бок. Гуманитарный кризис в Газе обсуждали и в Ташкенте. На полях саммита организации, экономического сотрудничества, прошла встреча глав Ирана и Турции. Раджет Айбардаган выразил желание выступить гарантом разрешения конфликта. Президент Турции призывает исламский мир занять общую позицию и усилить давление на Израиль. Мы не политики. Единственное, о чем мы просим, это попытаться сделать все возможное в ваших отношениях с другими странами, чтобы просто попытаться вернуть их домой. Прошло уже более 30 дней, и у нас нет о них никаких вестей. Это Лиора. Она из Кибуца не рос. 7 октября хамасовцы похитили практически всех членов ее большой семьи. Маму, сестру, двух племянниц, брата, друга мамы. Самая младшая ее племянница два с половиной года. В 85-ю годовщину «Хрустальной ночи» родственники заложников, удерживаемых уже более месяца хамасом, провели в Берлине акцию «Верните их домой». Премьер Израиля Бениамин Нетаньягу несколько раз повторил «Освобождение заложников – условия для прекращения огня». Нина Шамуге, 9 канал.